Всем привет! Сегодня начинаем видео с моих покупок из Симбы, как обычно, которые лезут, как обычно, в кадр своим хвостом особенно. Несколько покупок с Wildberries и одна покупка с Azon. Это, кстати, подарочки. Мне положили к зубной пасте Elmex. Кстати, давайте с нее и начнем. Была на хорошей цене на Wildberries 11 рублей с копейками, поэтому взяла две упаковки. Потом она, кстати, очень быстро подорожала. Сейчас я смотрела, вроде бы уже 14 рублей стоит, но можно, опять же, поставить в корзину, положить, в лист ожидания добавить и следить за ценой, потому что на Wildberries очень часто меняется цена. В комментариях мне тоже частенько пишут, что я называю одну цену, они заходят, там цена совершенно другая или вовсе товара нет. Ну, это интернет-магазин, там очень часто меняется цена и может то пропадать, то снова появляться в наличии, поэтому добавляйте в корзину и следите. Да, и вот такие конфетки положили в подарок. Дальше крем от Аравия. Это крем для тела, увлажняющий, с церамидами и мочевиной. Здесь у нас сколько? Объем? Какой-то большой тут объем. 550 целых миллилитров. Я об этом креме услышала у одного блогера, он очень его рекомендовал, и поэтому тоже решила себе заказать. Тем более сейчас зима, кожа, понятное дело, сохнет. Вот эта упаковка стоила 22 рубля с копейками. Крем-сжигатель жира. Крем-сжигатель жира от Ликоле. От этого производителя я покупаю обертывание. И последнее обертывание, которое я купила, шоколадное. Она очень агрессивная. И очень сильно жжет кожу. Она очень сильно нагревается, краснеет. В общем, я даже 5 минут еле-еле могу выдержать на коже то обертывание. Это без использования пленки. С пленкой я вообще не могу держать. И потом, когда смываешь, просто ледяной водой смываешь, потому что если использовать хоть чуть-чуть теплую воду, то кажется, что с тебя просто заживо снимают кожу. Вот поэтому я прочитала в отзывах к этому крему, что он с охлаждающим эффектом. Поэтому его и купила для того, чтобы использовать после того обертывания. 5 минут ада и потом наносить какой-то охлаждающий крем, чтобы хотя бы было как-то полегче. Но будем надеяться на хороший эффект. Вот этот крем стоил 14, по-моему, рублей. Здесь тоже очень большая упаковка. 1 литр. Держатель для цветов. Здесь 3 такие опоры и 3 кружочка. Опоры, по-моему, 45 см высотой, кружочки 35 см диаметром. По-моему, 8 рублей с копейками стоила вот эта вот опора. Дальше тюль. Тоже вам в прошлом видео говорила, что в зале хочу поменять тюль, потому что вот этот вот товарищ ее всю и задрал, и сцарапал старую. Поэтому нужно заменить. Так что купила такую тюль. 25, по-моему, рублей она стоила или 27, что толкова того. Самая простая тюль. Ширина 6 метров и высота 2,3 метра. Вот. И последняя покупка это уже Сазон. Вот такой вот стик от Dermafactory. Я покупаю уже, наверное, третий или четвертый такой стик. Мне очень нравится. Использую его для области вокруг глаз. Иногда на носокубки наношу. Ну и, в принципе, он очень хорошо увлажняет. Любые сухие участки, губы в том числе, можно мазать этим стиком. В общем, мне очень нравится. Супер просто средство для увлажнения сухой, тонкой кожи. Вот как область вокруг глаз. Очень нуждается в питании хорошем. Поэтому такое средство с удовольствием покупаю и использую. Так. Цена была, по-моему, 40 рублей. Ну и кое-что из аптеки. Это, конечно же, Давид. Постоянно его принимаем. Уже несколько лет вдвоем с мужем. По одной таблетке в месяц мы принимаем. А Руслан принимает Аквадетри по 2 капельки в день. В общем, предыдущую упаковку мы как раз в январе допили. И вот будет нам еще на 4 месяца с мужем. Вот здесь 8 таблеток. Цены, наверное, нет. А, нет, есть. 27 рублей 51 копейка. И Ферленд я принимаю уже, наверное, месяца 4. Кстати, надо будет пересдать тоже анализ. Посмотреть, как там растет мой ферритин. Здесь у нас 30 таблеток. По одной таблетке в день я принимаю. 19 рублей 33 копейки. В общем, показываю вам вот этот держатель. Я его уже поставила в вазон. Вот так он выглядит. Здесь 3 ножки. Надо, наверное, было все-таки на 4 брать. Потому что цветок довольно-таки большой. И можно было, наверное, даже и повыше. Но уже как есть. Думаю, тоже, в принципе, неплохо. Потому что он такой тоже разваленный уже стоял. Так выглядит получше с держателем. Ну, если что, если понадобится, потом побольше куплю размером. Хочу вам показать 2 свои покупки. Специально залезла тут на стульчик, чтобы меня было лучше видно. Два платья. Первое это от Ксении Авиакян. Или как-то так, в общем, называется этот бренд. Покупала на Озон это платье. Оно такого цвета интересного. Типа морская волна. Конечно, еще ничего не стирала, не утюжила. Вот сразу пришла с Озон и вам показываю. Такое платье классическое. Очень мне понравилось оно. Стоило недорого. 22, по-моему, рубля. Ну и цвет, конечно, тоже очень интересный. Огромный выбор расцветок. Но я решила, что мне подойдет именно такое. Мне, в принципе, такие какие-то оттенки голубого, синего очень даже подходят. Ну, тут скорее зеленоватый даже какой-то подтон. Ну, не знаю. На мне и в камере немножко по-разному передается цвет. Но все равно он очень красивый. Мне понравилось. Такое вот простенькое, но без подкладки. Довольно тонкая ткань. На лето, на теплую весну или осень. Конечно, что-то наверх еще накинуть. И будет просто супер. Так. И второе платье. Это уже Свайл Берес. Производитель Клан Ви. Оно тоже на очень хорошей акции было. Стоило 25 рублей. Это, конечно, уже такой более праздничный вариант. Вот. Коротенькая довольно-таки. С такими пышненькими рукавами. Здесь у нас бусинки на рукавах. Вот. И спинка. Здесь попытаюсь показать. Она такая же, как и спереди тоже. Вот такой вот глубокий V-образный вырез. Вот. Красивое. Такое тоже. И в пир, и в мир. Ну, конечно, на работу особо в таком не походишь. Хотя я могу и на работу в таком прийти. Но больше оно, конечно, такое вечернее. Мне даже очень понравилось. Здесь хорошая плотная ткань. Если в предыдущем платье там более такая легкая, тонкая ткань, то здесь прям плотненькая ткань. Вот. Надо, конечно, хорошо вот эти складки будет отутюжить, чтобы они хорошо, красиво лежали. Вот. Ну, такое вот прям красота. Ну, и еще одна покупка с Азон. Это сыворотка с неоцинамидом и цинком от Белкосмекс, производитель Белкосмекс, линейка Бизон. Тоже вам очень часто показывала эту сыворотку. Покупаю ее уже не в первый раз, далеко не в первый раз. Из всех средств с неоцинамидом, которые я попробовала, вот эта сыворотка мне понравилась больше всего. Поэтому, наверное, не буду много о ней рассказывать, не буду повторяться. Просто скажу, что если у вас проблемная кожа, бывают какие-то высыпания, забитые опоры, то средство с неоцинамидом обязательно должно быть в вашем уходе. Вот. Ну, тут, в принципе, тоже много всего написано про этот ингредиент. В общем, очень-очень люблю и постоянно покупаю. Есть еще одна покупка, которую я пока что вам показать не могу. Тут ходили, что ли? По нему. Это стол запакованный. Из Азон мы его покупали. Но пока что к нему еще не пришли ножки, потому что ножки здесь будут не такие, как в комплекте. Здесь будут другие ножки, которые я купила отдельно. Опоры металлические, потому что, как обычно, я хочу то, чего не существует в природе. Я придумала стол, который я хочу себе в спальню, письменный стол. Но такого я не нашла, и пришлось вот как-то выкручиваться. В общем, сам стол пришел, а опоры к нему придут попозже. И когда они придут, мы соберем стол полностью, то я вам тогда его уже смогу показать. Но не было пончиков, давно не покупали. И вот сегодня я шла в переходе и захотелось. Этот бокс называется 50 на 50, бокс глазированных 50 на 50. То есть здесь 6 пончиков просто глазированных и 6 глазированных плюс присыпка. Вот, такая вот вкусняшка. Кто-то, кстати, мне писал в комментариях про любовь к пончикам и фигуру. Так знаете, что на самом деле пончики фигуре не мешают, если вы их едите 2 раза в месяц, а не каждый день. Поэтому я абсолютно не... Ну, то есть я себе никаких ограничений в плане еды не ставлю. Никогда такого не было. И вес мой уже, не знаю, лет, наверное, 15 просто стабилен. Абсолютно никак не меняется. За исключением беременности, естественно. Вот. А в остальном у меня всегда знаковый вес. Там плюс-минус 1 килограмм. И пончики на это никак не влияют. Но, естественно, что я их не ем каждый день, потому что мне даже просто этого и не хочется. В покупках из золотого яблока я вам показывала вот эту вот тушь от Catrice Lift Up. В общем, это объемная тушь. И я просто с ней замучилась на самом деле. Я ее купила, ну, просто потому что мне понравилось описание, упаковка. Абсолютно никаких отзывов на нее не читала. И просто я вот с ней последнее время мучаюсь, потому что там абсолютно неудобная, по крайней мере, для меня щеточка. Я такую щеточку терпеть не могу. Мало того, что она силиконовая, я не люблю силиконовые щетки, но это ладно, с этим можно смириться. Но она просто какая-то непонятная форма. Там очень маленькие щетинки, коротенькие. И просто ими ничего невозможно прокрасить. Да, эта тушь действительно дает объем. Она абсолютно не удлиняет, абсолютно не разделяет ресницы. Если вам нравятся объемные 3 ресницы, то она вам подойдет. Объемные, но 3. Вот. Просто все слипает. Очень много комочков образуется. Она на ней немножко осыпается. В общем, я просто с ней замучилась. Я сегодня решила, что это последняя капля. Вот сегодня, кстати, у меня глаза накрашены. Но чтобы накрасить вот так, это нужно еще брать иголку и просто все ресницы разделять. Потому что они просто все слипшиеся и смотрят в разные стороны. Вообще абсолютно неудобно. Это я пытаюсь одной рукой выкрутить из тюбика. Ой, я сейчас все руки себе испачкаю. Я пытаюсь выкрутить, показать вам щеточку. Но мне кажется, я одной рукой все-таки это не смогу сделать. Вот так выглядит щеточка. Смотрите, какие тут коротенькие щетинки. Они все какие-то непонятные разные формы. В общем, какая-то ерунда. Вот какие щетинки, такие ресницы получаются. Поэтому я сегодня зашла в магазин Mila и купила себе новую тушь. Тоже новая для меня, потому что я такой раньше не пользовалась. Luxe Visage Arabian Night Drama Volume. Густые пышные ресницы. Здесь тушь с классической щеточкой. Там стояли такие просто тестеры щеточек. И по тестеру именно я и выбирала. Так, сколько эта тушь у нас стоила? Тушь стоила 8,89. И еще купила вот такой вот блеск от Pin Up. Он стоил 9,39. Такой красный цвет. Вот, кстати, на руке я нарисовала. Это теплый красный цвет. Я как раз-таки такое хотела. У меня такого же цвета есть помада. Но мне очень нравятся вот эти вот блески, их текстура. Как они держатся на губах. Даже если вы там бьете, кушаете, они остаются. У меня от этого именно от Pin Up Luxe Visage есть несколько оттенков этого блеска. Я решила попробовать красный. Причем я решила попробовать его на каждый день. Я не особо люблю красную помаду на каждый день. Но вот мне так захотелось. И поэтому я купила такой вот оттенок. Мне он очень понравился. Мне кажется, что на камере темнее выглядит, чем в жизни. В жизни он такой более алый. Как-то не совсем правильно передается цвет. Что касается туши, то я люблю с классическими щетками тушь, во-первых. А не силиконовую. Я люблю именно объемные туши. Потому что многие любят, например, Vivienne Sabo Cabaret. Я терпеть не могу эту тушь. Я несколько раз ее покупала, пыталась с ней подружиться. Но она мне абсолютно не подходит. Потому что от нее получается такой эффект просто... Ну, для меня это эффект такой дневного макияжа. Макияжа без макияжа. Потому что ресницы длинные, да, они хорошо разделенные. Но они абсолютно без объема. Вот, кстати, Evelyn Variette. Она немножечко получше. Но мне, в принципе, тоже она похожа на Evelyn... Ой, на Vivienne Sabo Cabaret. Тоже она такая более удлиняющая. А мне надо именно, чтобы это был объем. Вот, я очень люблю именно объемные туши. Но не такие вот, как Catrice, которая, да, три объемные ресницы делает. А которые еще и хорошо разделяют. Я питаю большие надежды на эту тушь. Поэтому буду пробовать ее. Ну, и еще несколько своих покупок вам покажу. Юбка с Wildberries. Вот такая вот она длиной примерно до колена. Здесь есть разрезик. Такой симба. Иди, доел. Разрез. Сидит она по фигуре в облипку. Здесь сверху такие вот пуговки. Вот Симби надо оторвать ее, конечно же, сразу. Такая вот юбка. Красивая. Мне очень понравилась. Хорошо сидит на фигуре. Прям что-то такое, Симба. Иди, Марсик, разберись. Можно мне видео снять? Такие уже вредины. Что с вами делать? Надо закрывать ее где-нибудь в комнате. Перед тем, как снимать. В общем, вот такая вот юбка. Стоила она, по-моему, 18 рублей. Но ты сейчас все тут поцарапаешь. Ужас. Все, иди, Симба. Так, дальше с вами берут сережки. Вообще, практически никогда не покупаю себе бижутерию. Но увидела их. Они мне очень понравились. Я решила, почему бы нет. Может быть, куда-нибудь на выход их надену. Такие вот длинные серьги. Стоили 13 рублей. Вот. И дальше это уже с Озон. Цену не помню. Но помню, что смотрела на этот крем цену на разных сайтах. И на Озон она была ниже всего. Поэтому я там и заказала топи-крем у Руслана. Так, сейчас я уберу, чтобы он уже не лез. Да. У Руслана зимой, как обычно, началась аллергия на холод. Поэтому я купила такой крем для того, чтобы с помощью него спасаться. Это во-первых. Во-вторых, я прочитала, что этот крем хорошо подходит для кожи с фолликулярным гиперкератозом. Это у нас наследственное. У меня в детстве тоже такое было. У моего мужа есть. Ну вот. И у Руслана тоже. Поэтому будем пользоваться. Я надеюсь, что он будет помогать. Конечно, этот гиперкератозом всегда усиливается в зимнее время, в холодное время года. Летом, конечно, ситуация получше. Но все равно хочется как-то коже помочь. Вот я, кстати, нанесла эту помаду. Но тоже, я смотрю, не совсем правильно передается цвет. Он такой более какой-то темный. Он все-таки в жизни все равно более, как это сказать, алый. На камере темнее выглядит. Но, в общем, как-то так. Я сегодня хотела бы затронуться в такую тему. Сейчас расскажу, что эту тему мне навеяло. Недавние события, которые произошли, которым я стала свидетелем. В общем, не всем эта тема понравится. Потому что я считаю, что некоторые женщины, они как-то стесняются того, что они женщины. Или как-то пытаются не привлекать к этому внимания, так скажем. Почему так, я не знаю. Но расскажу, в общем, что произошло. Вчера или позавчера мы стояли с мужем в магазине в очереди на кассу. И кассир окликнула женщину, которая стояла в конце. И сказала, что там, женщина, вы последняя, чтобы за вами не занимали. Или что-то вроде того. И перед ней стояла девушка лет, наверное, 30. И она подумала, что кассир обращалась к ней. Что её назвали женщиной. И она сказала, вы мне? Я не женщина. Ну, что-то вроде того, в общем. И я никогда этого не понимала, когда там девушки, женщины обижаются на то, что их называют женщиной. Потому что я считаю, что женщина или мужчина, это в первую очередь определение пола, а не возраста. Мужчина, там, парень, мальчик никогда не обидится ни в 10, ни в 15, ни в 20 лет, если его назовут мужчиной. Почему женщины на это обижаются, я не понимаю. Вот. В общем, такая была ситуация. И, на самом деле, я вот среди своих подруг даже часто слышу такое мнение, что мужчинам жить проще. Почему я родилась женщиной? Вот лучше бы я была мужчиной. Но я с этим в корне не согласна. Я считаю, что женщиной родиться — это огромный дар, а не проклятие, как считают некоторые женщины, да. Некоторые девушки. Я лично до мозга костей женщины, я вообще абсолютно благодарна судьбе, что я не родилась мужчиной. Потому что я считаю, что женщина, вот это вот звание нужно носить очень гордо и очень ценить и любить именно то своё состояние быть женщиной. Потому что женщина — это что-то на уровне божества, я считаю. Потому что только женщина может подарить жизнь ради женщин вовсе, там, века какие-то стародавние, рыцари совершали подвиги, они сражались друг с другом. И даже сейчас мужчины, когда добиваются чего-то, работают, зарабатывают деньги, идут по карьерным лестницам, я считаю, что это всё делается для женщин, для того, чтобы получить доступ, так, ну, некрасиво, может быть, скажем, но, как и есть, получить доступ к женщинам, лучшим женщинам более высокого класса. Потому что если бы не было в мире женщин, все мужчины бы просто легли на диван и ничего не делали. Как говорят, что женщина одевается там и хорошо выглядит не для мужчин, а для других женщин это действительно так. И также мужчина добивается чего-то ради тоже других женщин. Вот, что я хотела сказать на эту тему, поэтому никогда я вот этого не понимала, обиды на то, что тебя назвали женщиной. Ну да, ты родилась женщиной, что ж поделать? Ты родилась вот маленькая женщина. Ничего в этом такого, как бы, страшного я не вижу и обидного. И вот даже если взять, например, животный мир, там же тоже женщина, то есть самка, она, я считаю, стоит немножко на уровень выше, потому что это самцам дано красивое оперение, какие-то другие качества для того, чтобы они себя демонстрировали перед женщинами. Женщинам, то есть самкам, да, мы имеем в виду, если животный мир, самкам не нужно как-то выделяться, они самые обычные, это вот уже самцам нужно как-то себя проявить, отрастить себе более красивые там пёрышки или ещё что-то, чтобы самка его выбрала. А самке ничего не нужно делать, ей нужно просто выбирать. Даже животный мир нам показывает, что самка стоит как бы на уровень выше. Не хочу, конечно, обидеть мужчин, но для меня это так, вот. А вы можете написать в комментариях, что вы считаете, как вы считаете, да, как вы смотрите на эту тему, вот для меня это так, и я очень благодарна судьбе, что я родилась именно женщиной. Изменила немножко ракурс, у меня, кстати, тут на стене скоро будет висеть красивое большое панно, если, конечно, озон его мне пришлёт, потому что в последнее время сезон вообще беда, очень долго всё идёт, часто отменяют заказы, просто возвращают деньги, ничего не присылают. Поэтому скрестим пальчики, будем надеяться, что озон мне всё пришлёт. Моё красивое панно, которое я заказала. Да, ещё хотела кое-что добавить. Я всё-таки считаю, что женщинами как раз-таки быть проще, чем мужчинами. Почему? Потому что женщинам очень многое прощается. Многие качества, которые абсолютно не прощаются мужчинам, женщинам очень даже легко прощаются. И даже скажу больше, многие мужчины эти качества считают даже милыми. И рады видеть рядом с собой такую женщину. Например, это инфантильность, это слабость, это в какой-то степени глупость, это эмоциональность. Многие вот такие вот качества, да, я считаю, что женщинам, в принципе, очень даже свойственно обладать такими качествами. И да, я даже считаю, что мужчины, некоторые мужчины, которые не обладают в полной степени, знаете, силой, каким-то умом, рассудительностью, когда с ними женщина немножко глупенькая, немножко инфантильная, слабая, нерешительная, то они себя в большей степени чувствуют мужчинами. То есть, получается, без женщин даже не было бы и мужчин. Так что, вот так. Так, здравствуй, Симба. Я его на колени не пускала, он пытался сейчас залезть ко мне на колени, но он решил вот сверху, вот хотя бы так, влезть в кадр. Звезда, звезда. Зорка Венера. Зорка Венера. Продолжение следует...